Репрессивная машина Он вышел 7 мая на мусорные митинги вместе с другими жителями и не пускал машины на полигон. Акция возле свалки Воловичи вблизи Коломны продолжается с конца марта, и отец Игорь неоднократно уже выходил вместе с жителями. Коломенцы добиваются полного запрета на ввоз чужого мусора, а также отмены планов расширения полигона Воловичи и строительства мусоросжигательного завода в Воскресенском районе на границе с Коломной. Отец Игорь сказал, что нужно стоять до конца и что Бог поможет жителям Коломны и в их правом деле. Несколько мусоровозов им удалось развернуть, но тут же приехала полиция, которая стала оттеснять протестующих с проезжей части и задерживать. Почему-то большая часть полицейских не надели на эту операцию свои жетоны и отказывались представиться на камеру. Задержали тогда семь активистов и в том числе священника. Это не первое задержание отца Игоря за антимусорный митинг. 8 мая ему присудили штраф 30 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции с блокированием автотранспорта. Отец Игорь стал героем, показав, что представитель православной церкви может находиться вне конъюнктуры государственной античеловеческой политики и поддерживать интересы граждан и отстаивать их права, собственные свои права. И есть какая-то уверенность, что активисты соберут деньги и помогут выплатить этот штраф. За отца Игоря даже немного радостно, и подобных чувств я не могу испытывать в отношении к другим гражданам нашей страны, попавшим под репрессивную машину. Это дети. Чтобы вы понимали, под детьми я понимаю людей, которые не достигли, наверное, возраста свыше 25 лет. Для меня это дети. И следующая история о том, как 8 мая начался процесс по делу шести человек, обвиняемых в создании экстремистской организации. По делу экстремистской организации «Новое величие» судят 6 человек, как я уже сказала, и двум подсудимым девушкам 18 и 19 лет. Анне Павликовой исполнилось 18 уже в СИЗО. Марии Дубовик 19 лет. Ее адвокат утверждает, что организацию создал агент ФСБ с участием провокаторов, и сам же потом сдал эту организацию оперативникам. Роль организатора взял на себя 25-летний Руслан Костыленков. Есть подозрение, что к нему применялись какие-то пыточные действия. Участники группы познакомились в телеграм-чате, встречались несколько раз в Макдональдсе на Арбате, а затем на арендованной квартире. Примечательно, что обвинение против активистов «Нового величия» построено на показаниях трех сотрудников силовых структур. Один из них, по словам адвоката Марии Дубовик, Максима Пашкова, является агентом ФСБ Александром Константиновым, он же Руслан Д. Так он проходит в материалах дела. Этот человек снимает офис, оплачивает его, разрабатывает программу действий, заказывает листовки и все аккуратно снимает на камеру и сдает эти материалы оперативникам. Так рассказал адвокат. Чем окончится этот процесс, неизвестно, но он породил волну уже заступников, которые требуют освободить детей. Адвокаты просят для них изменение меры пресечения. Дело в том, что дети уже два месяца находятся под арестом в следственном изоляторе. Для них просят хотя бы домашний арест. Интересно, что под этот эксперимент, а есть вероятность, что таким образом отрабатываются какие-то схемы привлечения молодежи по уголовным статьям за экстремизм и воздействия таким образом на них, проходят очень молодые люди. И это характерно для современной России. Дело в том, что когда пришли этих детей арестовывать, у них дома нашли помимо устава якобы этой организации, еще и листовки с призывом прийти на одно из мероприятий гражданина Навального. И если мы вспомним, то на этой же неделе, 5 мая, прошли очень крупные митинги, организованные Навальным. И они прошли почти во всех городах России. Если мы посмотрим видео и фотографии с этих митингов, то увидим, что в больших городах, в Петербурге и в Москве, в основном участвовала молодежь. И полиция, ну так скажем, применяла очень жесткие меры задержания, по сути, к детям. Там на одной из фотографий даже был мальчик, которому 8 лет, и его арестовали, якобы задержали, точнее, за фразу «позор», выкрикнутую в отношении правоохранительных органов. Во время акции «Он нам не царь» в общей сложности в 27 городах задержаны 1597 участников и случайных прохожих. Примечательно, что 10 мая в Госдуму внесли законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетнего в несогласованные акции, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Новую норму хотят добавить в Кодекс об административных нарушениях. К чему это может привести? Можно только догадываться, но есть вероятность, что такое ожесточенное наступление властей и, прежде всего, силовых структур на молодежь приведет, возможно, к оттоку тех людей, на которых могло бы строиться будущее России. С вами была Активатика. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok